В России снова попробуют создать серийный электромобиль. Цену бюджетного электрокара, который будет выпускаться под брендом Z, назвал Реановости гендиректор одноименной компании Денис Щуровский. По его словам, автомобиль появится в продаже в декабре и будет стоить от 450 тысяч рублей в базовой комплектации с запасом хода 200 километров и передним приводом. Сейчас подготовка к производству завершена на 70%, до конца года должны завершить, если не будет финансовых затруднений. Все валидационные испытания автомобиля уже прошел, цитирует Щуровского агентства. В компании Z сообщили, что по количеству деталей машина на 99% российская. Лишь батарея импортируется из Китая, однако ее стоимость настолько высока, что составляет порядка 50% цены всего автомобиля. О перспективах создать первый российский серийный электромобиль со второй попытки после провала ее мобиля рассуждает ведущий телеканал Автоплюс Павел Федоров. В данном случае можно пока только представлять на основе концепта, который они раньше представляли. Это некий очень компактный автомобиль. Ну, если в простонародье можно сравнивать такое, с автомобилем Smart, он из пластика. Дизайн специфический, такой отчасти биодизайн. И вот его компактность, то есть посадочная формула 1 плюс 1, она, в общем-то, все объясняет. Это машина чисто для перевозки себя, может быть, второго пассажира и какой-нибудь поклажет, то есть что-то одно. При этом, конечно, впечатлила заявленная энерговооруженностью запас хода от 200 до 500 километров. Это удивило, потому что, напомню, что батарея – это самая дорогая часть любого электромобиля, и запасы в 500 километров заявляют мировые крупные производители, ведущие на очень недешевых электрокарах. И понятное дело, что там большой мощности батареи, она сама по себе физически большая. Как унестить в компактной машине такую батарею – это вопрос. Второй вопрос, конечно, цены. Она очень удивляет. Я сразу вспомнил ценности мобилей, которые нам тоже обещали. Сначала 320, потом 400 с чем-то рублей. А в итоге проект вообще не состоялся. Так что пока что очень много «но». Ждем премьеры, посмотрим. Павел Федоров. По прогнозам Мещуровского, сегмент компактных электромобилей, на который выходит «Зетта», может вместить до 15 тысяч проданных автомобилей в год в России. Целевую аудиторию проекта оценивает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. С одной стороны, такой автомобиль вполне достаточен для города. Это явно не машина, на которую можно поехать из Москвы в Петербург с комфортом. И, в общем-то, почему бы и нет. С другой стороны, человек, который в принципе не готов к автомобилю по деньгам, ему и этот электромобиль будет дорог. А люди, у которых есть деньги на машину, я думаю, что в такой электромобиль смешной, так скажем, не очень-то захотят и садиться, чисто психологически. Хотя, поскольку она рождается уже, так сказать, выходит в активное пользование дорогими товарами нового поколения, молодые люди, у которых парадигма потребления товаров немножко другая, она изменилась, вполне возможно, что вот этот молодой офисный планктон, который более-менее зарабатывает, и для которого автомобиль не является каким-то определяющим социальным таким маркером, то вполне возможно, что они наряду со своими велосипедами, Сигвеями и электросамокатами захотят воспользоваться и таким электромобилем. Максим Кадаков. У стартапа Zeta собственная производственная площадка в центре Тольятти. Как сообщил гендиректор компании, проект привлек частные инвестиции на сумму порядка 450 миллионов рублей. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»